Конечно, всем хочется иметь в строю самые современные машины, но современные – это значит дорогие. А как показал опыт боевых действий, качество – это, конечно, хорошо, но количество важнее. Тем и цена нашей школы создания БМП, что она последовательна. Только после того, как доработали опыт эксплуатации машин первого поколения, поперешли ко второму, потом взялись за третье. В итоге Россия имеет сейчас большой парк БМП и богато его многообразие. Среди российских поездов, представивая росыську перспективу dotyczу боевых возов пехоты. А одновременно, снова будет ко мне ко мне сказанное и показанное в контексте росыського промысла. Снова будем свидетелями рожащих нарушений БМП. А одновременно, будет несколько слов о росыських pracах бадатчо-развоевых. В этом месте зазначить, что одним из главных богатеров будет главный конструктор Курган Машзавода, Сергей Абдулов. Конечно, на старт треба традыцейне зазначить, что программ zostaал выпродукованы на замовление канала телевизийного Звезда ТВ, который есть własностью росыського Министерства Оброны. То есть все, что тут увидим, треба oglądaть крытически. Может даже с pewnым примружением ока. Курганец входит до моды. Курганец входит до конструктора Кургана Машзавода. В этом целе автор и презентер программу, Алексей Егоров, отвези все фабрыки, в которых есть продукты или направленные БВП. И увидел, в каком ритме работают те премьерства в штытовом окрасе спецоперации. Конец цитата. З того, что вычитала, темат БВП есть obecне целиком горомый в Польше. Потому что в конце наши вековые БВП-1, до которых не можно найти бутника, будут в будущем применены на новочесные БВП-борсук, которые сейчас дел не проходят тесты на полигонах. Поэтому лучше будет знать, что там в траве пищи у наших не братья Росиан, которые также, приятнее на папире, в том, что в тракте до премьера до перфекции своего БВП-Курганец, планируя в будущем достопить ним остальные боевые возы пехоты Федерации Росейской. Хоть по скали страт поносzonyх в часе так званой шпецоперации, более odpowiedне jest поведение, что прийдут на место знижченных поездов. Споглядамы на экран. Как zwykle, от часу до часу втромцы coś от себя. В эфире телеканал «Звезда», военная приемка. И этот выпуск мы начинаем с эпизода, который наверняка оценят все те, кто следит за развитием нашей отечественной военной техники. Впервые широкой публике демонстрируется выход на воду самой современной российской боевой машины пехоты – курганец. Впрочем, этот фильм не только о курганце, обо всех российских боевых машинах пехоты. Это БМП-1. Сегодня вы увидите ее в новой версии под названием «Бусурманин». БМП-2 – самая массовая в мире гусеничная боевая машина. БМП-3 – первая наша собранная из бронеалюминия. А еще БМП-2М «Бережок», БД-3Ф, «Манул» плюс десятки других малоизвестных машин, вроде БМП «Жигули», которые были построены, но не нашли применения. Цель этого фильма – проследить эволюцию семейства БМП от единички до курганца. Чтобы понять, в чем соль техники этого класса, куда стремится наша армия в создании БМП, и как эти машины проявляют себя в сложных условиях современного боя. И в первую очередь в специальной военной операции. Приемка. Мы находимся сейчас в городе Рубцовск Алтайского края. И наш рассказ про БМП вполне логичен. Мы начинаем с БМП-1. Но перед вами не просто БМП-1, а самая современная модификация единички. Официально это БМП-1АМ «Бусурманин». Сейчас мы должны познакомить вас с одним из тех людей, кто создавал, разработал эту машину. Сыбко втрунце, что назва есть очень странная. О чем своего часа вспоминал даже Гиркин, когда еще не был сказан правомокно преступником. Отош, БСУРМАНИН является престарзаемым, образливым названием использованным против инновирцы или cudzozieмцы. Главный термин БСУРМАНИН использованным против музулманов. Cóż, вышло chyba достаточно незрэчно. В чем здесь основные признаки того, что это машина 21 века? Данная машина модернизирована в части замены боевого модуля. Сейчас он имеет стабилизатор вооружения, как в горизонтальном, так и в вертикальной плоскости. Это унифицированное боевое отделение, заимствовано с БТР-82А, но с дополнительной доработкой в части увеличения бронестойкости для сохранения уровня защищенности в соответствии с требованиями БМП. БМП-1 приняли на вооружение в 1966 году. На то время этот проект был прорывным. Тяжелая машина выходила на плав. Но по нынешним временам броня единичек считается слабоватой. Поэтому и понадобилась новая защита. Это в первую очередь листы дополнительной навесной брони и противокумулятивные решетки. Вот таким будет Басурманин в ближайшем будущем. Вопрос философский. А имеет ли смысл вот так вкладываться в единичку, когда у нас есть уже и двойка, и тройка? Мы не производим вновь изделия. Мы используем то, что уже ранее произведено, и проводим их модернизацию, причем глубокую модернизацию, и выполняем капитальный ремонт. То есть стоимость данных образцов значительно ниже, чем изготовление той же БМП-1 и БМП-2. Масштабную модернизацию БМП-1 можно объяснить двумя цифрами. Первая – парк этих машин. Их было выпущено около 20 тысяч. До текущего момента дожили около 12 тысяч. Но это очень много. Пусть даже значительная часть этих машин и находится на базах хранения. Вторая цифра. Найти деньги, которые уйдут на изготовление новой тройки, можно довести до совершенства не менее 4-х единичек. Понятно, фронту нужны и те, и другие машины. И поэтому сейчас страна вкладывается в тему БМП. Этим занимаются заводы холдинга «Высокоточные комплексы», госкорпорации «Ростех». Они рассредоточены по всей стране. В Кургане собирают новые БМП-3, в Барнауле – двигатели, в Амурской области, Екатеринбурге и Краснодарском крае. Проводят капитальный ремонт. В Туле «Двойку» оснащают новым боевым модулем, и она превращается в БМП-2М «Бережок». Что касается единички, тут все делают в Рубцовске. Мы видели, в каком темпе на этом заводе идет сборка. Только на испытания в день выезжают по нескольку машин. Здесь нужно объяснить, что стрелок, он же оператор боевого модуля, забирается на свое рабочее место вот таким путем, через корму. Здесь позже будет смонтировано десантное отделение. Сами видите, сейчас этого нет. Стрелок-испытатель уже на своем месте. Рядом конструктор. И будем вести огонь сейчас. Чтобы «Бусурманин» был принят военной приемкой, необходимо отстрелять пулемет и произвести 50 выстрелов из 30-миллиметровой пушки. Мощность ее такая, что во время выстрела БМП даже слегка раскачивает. И с места исходу, по отзывам, наша машина очень себя хорошо показывает. И даже работает против танков. Вы совершенно точно знаете конкретные примеры, когда БМП-1 выводила из строя танков. Да. Да? Да, наши представители непосредственно работают в местах эксплуатации. Это очень интересно, а что не удалось мне найти никаких информации на этот вопрос? Мне кажется, что они это сказали специально в реакции на награния, на которых украинские БТР-4 завалчаły цоћи Т-72. Зазначу также, что материал появился перед Славетной Битвой, в часе которой Брадли поконаил Т-90. Скажем прямо, это БМП-2, а не БМП-1, зато с большим пробегом по России. Глядя на то, как носится эта пришедшая с фронта и отремонтированная в полевых условиях машина, язык не поворачивается назвать её старушкой. Лёгкость и подвижность – вот сильная сторона любой БМП. Что касается бусурманина, теперь вдобавок к подвижности он может точно стрелять с ходу. Что происходит сейчас? БМП-1 идёт с включённым стабилизатором. То есть вот она сама подпрыгивает, а пушка остаётся ровно на месте. Это был первый дубль, потом механик-водитель идёт на второй заход. Сейчас мы попросили механика-водителя проехать поперёк этой дороги, так что следите внимательно. В первую очередь за боевым модулем, за стволом. Вот тот самый эффект, когда, видите, отрабатывает стабилизатор, машину подпрыгивает, а пушка смотрит ровно туда, куда её направил стрелок. Посмотрите ещё раз. БМП гонит по кочкам. Корпус мотает из стороны в сторону, а пушка чётко направлена на цель. Говоря по-простому, оператр закрепил с электронными мозгами машины режим ослеживания цели. И это БМП-1. Не хочу выйти на какую-то вредную, но, честно говоря, обестрела это награние несколько раз, также в звольном темпе, и пререкала, что видела, как луфа идёт очень сильно до гури, сколько чоўк въезжает на прескодэ. Да, в часе сжазду с прескодэ цяло мне меньше трима положение. Но сколько раз уносит себя кадуб, сколько раз я видела достаточно мощное пахнение луфы. Не могу сказать, что я зашвыкан. Итак, история появления такой машины, как БМП-1. На самом деле необходимость появления БМП-1 была обусловлена появлением ядерного оружия. Это первая машина в мире, которая может вести бой в условиях ядерного заражения и химико-биологического воздействия. Колејный материал, којјна сала конференцијна, којјный портрет ботоксового на щаје. Эх. Вот что важно, сколько раз мы видели БМП, выходящую на плав, защјјнную в этот момент от проникновения воды. Оказывается, точно так же любая БМП должна защјјать экипаж от химического оружия, биологического и даже от радиации. И не только экипаж, но и двигатель. Да, существует специальный механизм глушения двигателя. При регистрации фонового излучения с целью исключения засасывания продуктов радиоактивного распада происходит заглушение двигателя. Если бы двигатель не выключался, что происходило бы? Ну, происходит напитывание двигателем радиоактивными осадками. Раз. Второе, ударной волной разрывает как бы двигатель. А-а-а. То есть уже заранее эта аборатура чувствует, что идѐт ядерный удар, и она вырубается. Да. Все системы до БМП-3 снабжены такими системами. Все машины. Эти кадры мы снимали в 12-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны. Часто его называют ядерным. Где на воздействие ударной волны ядерного взрыва испылить огромную трубу размером с туннель метро. Перед ним закладывают заряд взрывчатки. А потом происходит вот это. Три, два, один. В трубе создаётся взрывная волна высокой разрушительной мощности. Посмотрите для сравнения, что стало с обычным автомобилем. Он улетел. А модернизированная. Эта машина была принята на вооружение в 1980-м году во время войны в Афганистане. Принципиальных отличий было два. Первое – более мощная броня. Второе – более совершенный боевой модуль. Боевое отделение имеет очень небольшой угол возвышения, до 45 градусов. Вот это вот угол? Да. Вот. Учитывая отдельные особенности местности в Афганистане, где присутствуют горные ущелья, и зачастую засады возникают на больших высотах, данная машина не могла поражать огневые точки на большом возвышении. Из-за этого появилось уже альтернативное боевое отделение с углом возвышения до 75 градусов. Несмотря на внешние изменения, внутри БМП первая и вторая не сильно отличаются. Да и двигатель у них один, мощностью около 300 лошадей. Правда, в обоих случаях двигатель находится спереди, стоячиво с к ядерному взрыву. Представим такую ситуацию. Там радиация, там химическая радиационная опасность. Мы здесь находимся в капсуле. Мы находимся герметично в капсуле. Дополнительно для того, чтобы обеспечить непроникновение зараженного воздуха, то есть ядерным заражением от химического, значит создается избыточное давление в данном изделии, которое препятствует проникновению, в том числе вот из-за зараженного воздуха. Это Екатеринбург. Сохоточных комплексов госкорпорации Ростех, 144-й, БТРЗ, основная специализация завода, модернизация и ремонт боевых машин, десанта. Но сейчас в нагрузку к БМД-2 здесь занимаются еще и БМП-2. Слишком много у нас этих машин. Сколько было выпущено? Порядок... Более 30 тысяч изделий. 30 тысяч? Во всем мире, да. Это в каком же темпе тогда завод работал? В свое время выпускалось до 200 единиц в месяц. 200 в месяц? Это по 7 машин в день приблизительно? Да. Ничего себе! Сейчас новые БМП-2 в России не выпускают. У нас проводится только ремонт. Но новые двойки собирают по лицензии в Индии. Кстати, про Индию. Как-то раз мы были там на выставке вооружений и видели, какое количество самых разных, в том числе европейских, израильских фирм, предлагают апгрейд российской машины. Логично, что и наше Министерство обороны давно просчитывало вариант обновления. Так, задолго до ИЦВО у нас появляется бережок с противотанковым корнетом. А сейчас идет тотальное обновление обычных БМП-2. На них ставят уже знакомые нам стабилизаторы вооружения и усиливают защиту. Первым эту работу провел завод в Краснодарском крае. Вот если мы сейчас с вами подойдем, вот есть специальное приспособление для того, чтобы приваривать, соответственно, на крепление дополнительной защиты, вот специалист сейчас готовит, соответственно, места под установку, пройдет буквально 3-4 часа, и эта машина будет полностью, соответственно, обвалена креплениями для защиты. Если БМП-1 и 2, несмотря на небольшие отличия, созданы на одной платформе, то БМП-3 – это уже новый концепт-кар. Первое и главное отличие – бронеалюминиевый корпус, благодаря которому алюминиевая тройка оказалась более защищенной, чем стальная двойка. Секретов здесь два. Большая толщина листов корпуса и новые технологии их изготовления, превращающие обычный алюминий в броню. БМП-3 – это уже кардинальный, то есть принципиальный переход на следующий уровень. То есть начиная от корпуса, это бронеалюминий, заканчивая мотором и трансмиссионной установкой, ходовой частью – это, ну, как бы прям вскачок относительно БМП-2. Здесь и здесь двигатель один. Да. Здесь? Если здесь это УТД-20 мощностью до 300 лошадиных сил, здесь применяется двигатель УТД-29 мощностью 500 лошадиных сил. Вот. И главным отличием от данной машины – это в составе моторной трансмиссионной установки присутствует гидромеханическая трансмиссия. Вот он, 500-лошадиный БМП-шный движок. Настоящее произведение инженерного искусства. Про него военная приемка уже рассказывала, а вот про коробку передач надо поговорить отдельно. Ее создали в те времена, когда едва ли не вся бронетехника в мире работала на механике. И пусть это не автомат, а полуавтомат. С точки зрения управления здесь все просто. Две педали, газ и тормоз. Она прощает много ошибок механику водителя. У него уже нет сопротивления, то есть он просто включает номер передач. Ему не надо думать, как тронуться с места, по крайней мере. То есть если он включил первую передачу, нажал на педаль газа, машина поехала. Главное, она не заглохнет. Справедзиłam и М2 Bradley также имеет хидромеханическую скрину бедов. Устроиство называется HMPT-500 и стало опраковано в 1977 году. Первые М2 Bradley появились в 1980 году, а первые БВП-3 в 1986 году. Ещё одно отличие трёшки – моторный отсек, расположенный сзади. Это дополнительный фактор безопасности в случае лобовой атаки. Но есть и вторая причина такой компоновки. Учитывая требования заказчика Министерства обороны увеличенной лобовой защиты, для того, чтобы обеспечить развесовку данного изделия, потребовалась установка моторно-трансфессионного отделения в корму. Соответственно, в корме у нас двигатель, в лобу у нас, соответственно, мощная защита. В мире кто-то делает боевые машины пехоты из бронеалюминия? Ну, на самом деле, БМП «Брэдли» изначально создавалась с корпусом из бронеалюминия. Но американцы, ввиду того, что потребовалось увеличение защищённости, они перешли на стальные корпуса. Понятно, что толщина брони у американской БМП куда больше, чем у стальных. БМП «Один» или «Два». Из-за чего теперь Брэдли не может выходить на оплав. К тому же, толстая броня, как выяснилось, легко пробивается. Сколько этих Брэдли пало в СВО? Это сложный вопрос. Что лучше? Быть слабозащищённым, но лёгким? Или облачиться в броню и потерять подвижность? Что ж, давайте покажем, на что способна БМП в плане подвижности. Мы специально берём для эксперимента самую, скажем так, пожилую машину семейства. БМП «Один». Да, это бусурманин. Боевой модуль тут новый, но шасси с большим пробегом по России. Чтобы продемонстрировать плавность хода, мы с конструктором специально забираемся на корпус. Задача – набрать максимум скорости. Но не сразу, а когда выйдем на прямой участок. И вот этот участок начинается, поднимается пыль, держаться становится всё сложнее. Итог – 58 километров в час. Мехвод жалуется – маловато. Бывало, он разгонялся почти до 70. Здесь очень грязно, грунт покры сейчас, ей просто не удаётся зацепиться. Но здесь не было бы сумма. Мы бы разогнались. Такая скорость вкупе с манёвренностью даёт надежду уйти от ФПВ дронов. Да, они летают куда быстрее, но догнать несущуюся на всех парах машину им будет гораздо сложнее. Особенно, если она использует дымовую завесу. Напомню название этой машины «Бусурманин» и выпускают её в Рубцовске. А сейчас час на мою улубенную часть программы, czyli kolejную рекламу pracy в росйской зброєнниувце. Уже видели рекламу захэкающуюся на работу в закладах ремонтовых в Петербургу, а сейчас обестримы оферты pracy в фабрике БВП в Рубцовску. Сегодня в программе мы продолжаем рубрику «Люди рабочих профессий» и в этот раз приглашаем вас на работу в Алтайский край в город Рубцовск. Алтай. Самоназвание этого края манит к себе. В былые времена мы бы делали акцент на его природной красоте, но сейчас говорим прямо. При поддержке госкорпорации Ростех предприятие набирает тех, кто готов работать и зарабатывать. Заводу нужны слесарем их и на сборочных работ. Вот сварщики, маляры, электрики, да просто подмастерье. На вопрос, сколько платят, отвечают те, кто уже работает тут. Работа у нас интересная, творческая, сдельная. То есть мы сдельщики. Вот что я своими руками сделала, мне это расценили, то я получила. Зарплата у нас достойная. То есть сейчас уже более 100 тысяч. По нашему городу это очень хорошо. Ну, прошлый месяц получилось 132. Юлия Шаманина на Рубцовском машиностроительном заводе трудится более 20 лет. Шлифовальщик Оксана Савиночкина наоборот только пришлась сюда. У меня большой опыт в шлифовке. И я шлифовщик с большим стажем. У меня первый месяц я здесь работала, опыт именно на такой детали у меня не было. И, соответственно, первый месяц у меня была зарплата 60 тысяч, в следующий месяц 120. Какие бонусы предлагает завод? Первое – скидки на питание. Сколько ты бы не поел, и 50 рублей ежедневно возвращается. При цене заводского обеда в 100 с небольшим рублей 50 – с ума ощутимая. Второй бонус – бесплатное обучение для тех, у кого нет вообще никакого опыта. Мы гарантируем минимальный размер обвалаты труда. Это безоговорочно. А там все от труда будет зависеть. Люди потолка не видят. То есть можно заработать практически любые деньги. Но ученики в среднем, если говорить о цифрах, то порядка 30 тысяч могут получить. Если говорить о специалистах высокой квалификации, предприятию нужны инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, станочники широкого профиля. Им завод готов выделять деньги на аренду жилья. То есть мы можем сказать, что каждый, приехавший из другого города или региона, гарантированно получит компенсацию? Гарантированно получает компенсацию приезжих. А самое главное – помните, трудиться вы будете на победу, помогая тем, кто служит в зоне СВО. Итак, если вы хотите работать в Алтайском крае, приезжайте сюда, в город Рубцовск. У вас есть все шансы влиться в эту прекрасную команду. Перед вами адрес электронной почты, ниже телефон, пишите, звоните. Все верно, а я как директор гарантирую, что все ваши обращения не останутся без внимания. Coś piękного. Najbardziej уреку мне fragment о том, что не имеет limitов и можно заработать практически каждое деньги. Pewnie можно, если будем работать 24 часа на добу, без прермы. Как было говорилось в подкасте на этот темат, заробки супер, но чтобы заработать эти 130-150 тысячи, нужно работать 16 годин и это работая в конкретных, высокоплатных ролях. Одночасье важно подкрыть, что спрытной захотой есть помощь в выназначении мешкания. Даже если что-то не сподоба, этот bonus может затримать работника на душе. Ну и не говорили о важнейшем додатке, то есть в выкрещене из лист мобильзации. Это в сумме важнейший bonus, но, сами понимаете, в таком программе не могли о том поведеть. Перед вами еще одна боевая машина пехоты о существовании, которой многие не знают, для того, чтобы вы понимали ее место. Итак, давайте снова вспомним эволюцию БМП-1, БМП-2, БМП-3. Курганис мы ставим на пятое место, а эта машина занимает в нашей условной иерархии место номер 4. Называется машина Манул. Манул. Боевая машина пехоты. Боевая машина пехоты Опер Манул. В природе Манул дикий кот небольшого размера. У этого стального кота боевой модуль управляется дистанционно. Это первая особенность, а второе, главное отличие Манула от предшественников очень удобный для десанта выход через кормовую аппарель. Так выглядят все наши перспективные БМП. Это БМП-D-15 на платформе Армата, колесная боевая машина пехоты Бумеранг и, конечно же, Курганец. Но соблюсти это вроде бы простое требование. На машине выходящей на плав очень непросто. Чтобы БМП уверенно держалась на воде необходимо равновесие. И если спереди стоит мощная броня, то двигатель логично переносить назад. Но в такой ситуации он станет препятствием для выхода десанта. Выполнить это в нормальном виде очень сложно. То есть обеспечить хорошую лобовую защиту, передний МТО и кормовый выход. Но с появлением необитаемых боевых отделений это стало реализуемо. Соответственно, концепция такой машины и представлена здесь. Здесь эти проблемы решены? Да, эти проблемы в данной машине решены. Двигатель находится спереди. Да. Двигатель не просто как на БМП-3, а более мощный. Да, это уже следующая модификация двигателя УТД-32Т. Вот, мощностью 660 лошадиных сил. Т-турбированный? Т-турбированный. Внутри этой машины нас не пустили, сейчас там стоит какая-то секретная аппаратура, но, говорят конструкторы, изнутри Манул больше похож на Курганец, чем на БМП-3. Эти кадры сняты как раз в салоне Курганца. Зачем понадобилась эта машина, когда уже взялись за Курганец? Курганец заложен очень много технических решений, которые требуют время для их реализации. И не всегда все технические решения можно быстро реализовать. Все надо испытать, проверить, убедиться. Да, вот, а эта машина больше как промежуточный вариант, который обеспечит основные требования заказчика. Вот, и мало того, то есть эта машина может стать базой недорогой, надежной базой для семейства машин, семейства как платформа. То есть это следующая формально БМП-4? Да, да, примерно можно формализовать его так. Такой же платформой уже является БМП-3. Пример противотанковый комплекс Хризантема, где стрешки убрали башню, а внутрь поставили самые мощные наши противотанковые ракеты 9М-123, разработанные в коломенском КБМ. Но это пример переоснащения баз ВВ-6-Си. Наш фильм об эволюции самого концепта БМП. На заводе в Кургане нам впервые показывают уникальную коллекцию машин, которые в ходе этой эволюции оказались тупиковой ветви развития. Скоро мова о шлепых уличках, ото как в мае 2022 написано в обсерваторе востовом о концепции плывающих БВП. Сейчас, когда тяжел спецоперации на Украине спада на бахи пехоты змоторизованной, есть она змусzona задоволить себя поездами плывающими, которые nigды не будут плывать. Постает чекать на zwyцијство и выцеление незбедных внесков на этой шлепой улички эволюции техничной. Очень интересный образец читаем. БМП-3, внимание, Жигули. То есть это не описка? Нет. Это реальная БМП-3 Жигули? Да, да, да. На самом деле, то есть мы никогда не останавливаемся, мы всегда ищем новые технические решения для того, чтобы выполнить полностью требования Министерства Обороны. Жигули это результат большой работы цель которой все та же. Найти такую компоновку БМП, которая позволит десанту выходить из кармы. Да, там есть отдельно узкий проход для выхода десанта и рядом находится моторно-трансмиссионное отделение. То есть для этого создался отдельный двигатель, отдельная трансмиссия, которая располагалась очень компактно. Сколько машин в среднем нужно создать образцов промежуточных для того, чтобы выйти на готовое идеальное изделие. Обычно это не менее двух-трех образцов, которые показывают уровень текущих достижений и на основании которых можно уже что-то изготовить и разработать серийное. Эти машины не просто создают, их гоняют по песку и снегу, проверяют на крепость брони, чтобы выявить узкие места. И хотя наш фильм посвящен БМП, сейчас мы должны представить машину, которая сделана на базе БМП-3, но боевой не является. Это бронетранспортер БТ-3Ф. По сути, бронированный микроавтобус на гусеницах. Для понимания, БМП-3 берет на борт 7 человек, БТ-3Ф 14. И, конечно, на этом пусть и броне, но все же транспортере нет серьезного вооружения. Боевая машина десанта. Ее место где? На самом деле надо разделить. Вот это все отодвинуть в сторону? Да, это все отодвинуть в сторону. Это машина сухопутных войск. Десант имеет собственную линейку боевых машин. В чем принципиальное отличие? Принципиальное и главное отличие это возможность данных машин десантироваться парашютным способом. Чего нет ни у одной из БМП-шек? Ни у одной из БМП-шек нету, хотя изначально предполагалась унифицированная машина, то есть на базе БМП-3. По вооружению БМД-4М и БМП-3 схожи. Помимо 30-мм пушки здесь стоит 100-мм почти танковое орудие. Кстати, в этом еще одно отличие тройки от единички и двойки. А что касается шасси, БМД и БМП отличаются. Десантная машина и защищена слабее, и по размерам она короче. Ну а в основе все та же математика. Только при такой длине на борту транспортника Ил-76 могут поместиться три машины БМД-4М. Итак, разобравшись с линейкой БМП первых трех поколений и объяснив их место на фоне других боевых машин, мы снова переходим к Курганцу. Ну вот он исторический для нашей программы уж точно момент очень важный Курганец заходит в воду. Как я понимаю вы это уже проводили и не раз. Несомненно. Но в чем особенность нашего сегодняшнего выхода вот здесь на борту лежат вот такие вот мешки. Что это такое? Это имитация груза. Машина сейчас выполняет плав с полной боевой загрузки, с полной боевой массой. То есть мы сейчас загружены просто до максимума, до предела. Первое. Второе. Мы входим в воду по самому крутому, какой только здесь есть на полигоне. склону, поэтому механик-водитель движется очень-очень-очень аккуратно. Вес курганца 25 тонн. Сейчас с грузом это еще больше. Но посмотрите, насколько уверенно он проходит препятствие. «Мы соответственно держимся здесь очень крепко. Да, угол наклона здесь очень серьезный. И мы пока еще движемся по дну. И вот он, курганец. Фу! спокойно входит в воду. Сейчас мы движемся за счет водометных движителей. Они отличаются от тех, что стоят на БМП, БМД? Да, конечно. Они разработаны специально вот эту машину. Увеличенный диаметр шнека, увеличенная производительность, что позволило увеличивать силу тяги на воде по сравнению с остатой машиной. И как следствие здесь выше скорость? Пока мы снимаем курганец, рядом на воде проводится испытание гусеничного БТРМДМ Ракушка. Обратите внимание, курганец зашел в воду позже, весит он больше, а все равно не отстает от маленького Юрка во бронетранспортера. Ракушка, в тумачене на polский Мушелка, есть transportером опанцерзаным zdолным до привожения 13 osób. Один из прихвыционных экземпларов этого поезда Украинцы показывали на Хресчатку в часе выставы сдобытого спрzęту. Вот из таких личных впечатлений человека, который находится на воде на борту курганца. Вот видите, рядом с нами идет ракушка, она как бы под наклоном и места там в общем-то немного. Вот так свободно по палубе говоря, образно не подходишь. По палубе? Да. Здесь я совершенно спокойно хожу взад, вперед, хожу на нос. Смотрите, сколько свободно этого места. И это при том, что, давайте еще раз скажем, машина забита по максимуму. Машина максимально по его ввести. То есть там основной груз внутри. Да. Но я прошу оператора подойти сюда, просто покажем, что здесь в кормовой части тоже все завалено вот этими мешками с балластом. Вот они достаточно тяжелые. Да, что касается вот этих брезентовых мешков, поначалу я думал, что это парашютная система, нет ничего подобного. Это личные вещи десанта. Плюс не забывайте про вооружение. Подразумевается, что курганец и оружием загружен с точки зрения веса до предела. С воды вести огонь она может? Несомненно, обязательно. И здесь получается тоже вот эта стабилизация. Все обеспечивается. Чем гордятся создатели машины предыдущего поколения БМП-3, что трешка прекрасно держит волну. Здесь какая ситуация? Все тоже самое. Машина без подготовки входит в воду и держит уровень волнения на уровне штатной БМП-3. Штатная БМП-3 способна держаться на плаву при волнении до 3 баллов. Это когда некоторые из волн достигают метра в высоту. Я специально сейчас подойду чуть-чуть ближе к носу. Вот это расстояние метр БМП-3 держит метровую волну. Вот представьте, сейчас здесь все захлестывало, а машина должна была бы уверена идти. Так вот, курганец здесь тоже, как я понимаю, немножко обходит трешку. Идти по воде, и это важно, курганец может не только вперед, но и назад. Следующий эпизод нашей программы называется буксировка. Вы уже поняли, что курганец машина достаточно мощная, сильная, почему бы не вывести ей с поля боя раненого товарища по воде. В качестве раненого товарища у нас знаменитая десантная ракушка, тоже детища, курган-маш-завод, и вот мы видим, как сейчас с ракушки будет передан сюда трос. Так, принимаем, цепляем и начинаем процесс буксировки. Трос стальной, плетеный, длинный. Инженеры-испытатели цепляют его к корпусу ракушки, и наша процессия начинает движение к берегу. Это тоже часть обязательной программы испытаний. Ну вот он, важный момент. Мы не просто вытащили буксируемого по воде, протащили за собой, мы его вытягиваем из воды. Тем же самым стальным тросом уверенно выводим его на брег песчаный и крутой. Все, обе наши машины на берегу. Дело сделано. Эти кадры мы снимали на второй год проведения СВО, когда на создателей Курганца, помимо испытаний новой БМП, посыпали задачи по усилению защиты действующих боевых машин пехоты, по размещению систем подавления дронов, систем защиты от снайперов, плюс к этому начался массовый ремонт машин находящихся на хранение. Это все мы говорим к тому, что тема нехватки кадров на БМПшных заводах очень велика, а значит мы снова предлагаем зрителям работу. Другая реклама занимающихся темой БМП, этот самый отдаленный от Москвы. Богом забытый, говорят про такие. Слишком тяжело дались ему лихие девяностые. Год назад вы сколько выпускали? Год назад почти ничего. Виктор Сапельняк работает в Азжаевке с 73-го года. На его глазах завод сначала процветал, потом и загибался. Сейчас снова начался подъем с приходом нового руководителя, который стал наводить порядок на предприятии. Чем жестче отношение к дисциплине, тем лучше качество и выпуск продукции. Объем нынешнего выпуска мы назвать не можем. Скажем только, что в ноябре 23-го года, когда мы были на съемках, за месяц завод отгрузил войска машин больше, чем за весь 22-й год. Холдинг высокоточные комплексы при поддержке госкорпорации Ростех активно поднимает этот БТРЗ, обустраивает старые корпуса, восстанавливает кровлю. В советское время люди ехали в эти края покорять БАМ. И им за это неплохо платили с учетом северных коэффициентов и объемов выработки. Вопрос, сколько сейчас здесь зарабатывают? Ведь северные надбавки никуда не делись, а выработка, вы уже поняли, растет. Люди, которые перерабатывают и стремятся к выполнению плана, получают достаточно много. Например? Люди слесаря получают 150-200 тысяч рублей. 200 тысяч. Такие суммы в Центральной России получают только опытные мастера или начальники цехов. Но тут Дальний Восток. Здесь другие стандарты. Сколько времени здесь работаешь? Четвертый месяц. И по факту вот предыдущий месяц сколько получил? 195 тысяч. 195 на руки? Да. Понятно, что не имея опыта, устроившись на завод 4 месяца назад, этот слесарь пахал днем и ночью. Вопрос, а что если не выходить далеко за пределы нормы? По факту, сколько вы получили в прошлом месяце? В прошлом месяце 130 тысяч. На руки? На руки. При какой занятости? Ну, рабочий день. Итак, заводу срочно нужны слесари по ремонту боевых машин, водители-испытатели, электрики, токари, слесари механосборочных работ, инженеры-конструкторы. Подумайте, может и в самом деле стоит бросить на время родной дом и рвануть сюда на заработки. Перед вами телефон отдела кадров, адрес, электронная почта, от имени программы военная приемка. Мы гарантируем, что ни одно ваше обращение не останется без внимания. Хотите получать много? Приходите к нам. Очень красивая реклама, а что только покажем, что эти знаменитые дополнительные дополнительные не дадут без повода. И как видели в некоторых из прошлых материалах дотичных далеких законов Роси, кошты жизни, в первой продолжительности цены живности, они равны поваляющие как выплаты. Но так в общем, очень очень хорошие эти рекламы. Если смотрят как все ХР-овцы, очень пожалуйста, сделайте на татки. Да, мне сказали, что занимается завод ремонтом и модернизацией старых добрых БМП. И пусть это не курганец, но все же, конечно, всем хочется иметь в строю самые современные машины, но современные это значит дорогие. А как показал опыт боевых действий, качество это, конечно, хорошо, но количество важнее. Тем и цена наша школа создания БМП, что она последовательна. Только после того, как доработали опыт эксплуатации машин первого поколения, поперешли ко второму, потом взялись за третье. В итоге Россия имеет сейчас большой парк БМП и богатое его многообразие. Ну а то, что тыл сможет приумножить этот парк, тут можно не сомневаться. Все БМПшные заводы работают сейчас в таком темпе, какого никогда не было за последние несколько десятков лет. Ну и так это выглядит. Очень по-настоящему по-настоящему Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok